В Якутию, в глухое село Синск, отправились криминалисты из КРФ, чтобы вновь попытаться восстановить загадочные события июня 2013 года. Тогда возле частного дома пропали две трехлетние девочки-подружки Алина и Аяна. Их искали всем миром местные жители, полицейские, волонтеры-спасатели с вертолета и на суше, с собаками-водолазами и тепловизором. Девочек не нашли по сей день. Родственники, которые не теряют надежды, обратились в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой возобновить расследование. Тем более в этой истории приплелось множество странных необъяснимых событий. Дикий лис тоже отправился по следам загадочной истории. Вот уж точно, край земли, иначе не скажешь. Из Якутска до поселка Синск относительно комфортно можно добраться только по реке Лене. Летом на лодке вверх по течению, зимой по зимнику, вдоль берега по льду, расстояние порядка 230 километров. На карте Синск треугольник, отрезанный от большой земли. С одной стороны река Лена, с другой стороны приток, река Синяя, с третьей густой лес. Но само село не такое и маленькое. 380 домов живут около тысячи человек. Большие огороды, широченные по сельским меркам улицы. Хотя сами дороги между домами чистая формальность, тут даже осыпки нет. И очень тихо. 24 июня 2013 год. Предварительная хроника событий. 17.30. Бабушка Алины Ольга Ивановна уходит из дому по делам, предупредив об этом своего мужа Гаврилу Иванова. Поручает ему присмотреть за внучкой Алиной и ее подружкой с соседкой Аяной. 19.15.19.30. Девочки играют вместе с соседским мальчиком в его дворе. 19.30. Девочки вышли из соседского двора играть на улицу. 19.45. Гаврила Иванов звонит супруге Ольге. Я ухожу на работу. Алина с подружкой на улице играют возле прицепа. 20.00. Ольга Паловна возвращается домой, но внучки с подружкой нигде нет. Сначала ищет сама, спрашивает у соседей. Потом поднимает людей. Информация в полицию поступает к часу ночи. По разным данным, на поисках девочек были заняты до 350 человек. Профессиональные спасатели, волонтеры, местные жители и полицейские. Задействовали 40 единиц техники. Вертолеты, два беспилотника с видеокамерой и тепловизором, несколько катеров и моторных лодок. Были кинологи собаками. Эксперты-криминалисты искали, пока 14 октября не выпал снег. Поначалу о криминале никто не думал. Либо девочки ушли в лес и заблудились, либо пошли смотреть на реку и упали с обрыва вниз. Утром приехала полиция и сказала нам искать лесу. Я с нашими мужчинами и приезжими спасателями много дней ходил в лес. Я так подумал. Вот иду по кустам и деревьям. Там комары, трава по пояс. Мне взрослому здоровому мужчине тяжело. Разве дети туда пойдут? Нет. А другие спасатели искали по реке Синей. Сначала думали, что девочки подошли к раю, стали смотреть вниз на воду и упали. Там обрыв несколько метров. Но там кусты растут. Если бы упали, зацепились, ушиблись. Да и там водолазы все облазили несколько раз. Через несколько дней все были уверены. Дело пахнет криминалом. Все силы переключились, село. Полицейские заглядывали во все пустующие дома, в колодцы и подвалы. Кое-кто находил, например, трупы собак в мешках в лесу, что подтвердило, в Синске живет серийный живодер. Но от девочек нет и следа. Так криминал или несчастный случай? Поначалу было множество версий. Пришельцы перемещения во времени и пространстве. Из более материальных, но не менее абсурдных, детей украли на органы. К слову, у одной из девочек был порог сердца. Похитили сектанты. Но вернемся к географии Синска. Без дорожья добраться можно только по реке. Но кто поедет сюда похищать девочек? Месть родным? Но семьи настаивают, не было у них таких врагов. Про версии с дикими зверями и утоплением уже сказано выше. Отпадала и версия с ДТП. В Синске невозможно гонять более 10-20 км в час. Всю технику тогда первым делом проверили, даже которая много лет из гаража не выезжала. В школе развернулись штаб поисков, куда всех вызывали на допрос. Всего допросили около 2000 человек. Провели 20 экспертиз. В первую очередь проверили всех судимых, состоящих на учете у психиатра. Таких оказалось 41. Проверили 62 подростка. Мало ли, возраст гормоны. Тоже непричастные. Выезжали в соседние села. И там проверяли. Чисто. Осматривали весь транспорт, начиная от мотоциклов и заканчивая моторными лодками. Обошли всего 345 дворов с собаками. В подозрительных домах проверяли кладовки, подвалы, сараи и даже выгребные ямы. Постепенно жители Синска стали осознавать, что все они перешли в категорию потенциальных подозреваемых. Люди тогда словно с ума тронулись. Стали коситься друг на друга, подозревать. Настолько накалилась обстановка. Так еще и проверили свои дома, дворы, скосили всю траву в палисадниках и вокруг заборов. Не дай бог им подкинуть тела девочек или какие-нибудь вещи. Стали запирать свои подвалы на замки. Полиция обвиняла жителей села, что они мешают. Те в ответ ругали полицейских, что ничего толком не делают и плохо ищут. Говоря прямо, даже стали писать анонимные письма друг на друга. У нас тут один пинчушка жил. У него в 4 утра дым из трубы шел. Рассказывает жительница Синска по имени Татьяна. Кто-то настучал. У него залу выгребли и отправили на экспертизу. И ничего не нашли. Но продержали несколько дней его у себя за решеткой. В другом дворе качели стояли. Тоже кто-то накатал, что детей нет, а качели есть. Значит, чужих детей завлекали? Даже вспоминать неприятно. Семь лет прошло. Многим сейчас стыдно за прошлое поведение. Так что вы уже не называйте имен. Люди только-только друг другу доверять стали. Главным шоком стало признание в убийстве дедушки Алины, Гаврила Иванова. Якобы он рассказал следователям спустя несколько недель, что случайно на машине задним ходом наехал на детей, которые играли рядом. Чтобы замести следы, быстро унес и закопал. С самого начала он вел себя странно. Когда все искали девочек по лесу, Гаврила не пошел. Путался в показаниях, во сколько последний раз видел детей. То ли в 19.15, то ли в 19.45. После устного рассказа он дважды подписывал чистосердечное признание, а потом забирал назад. Однажды якобы ездил на то место в лесу, где девочек закопал. Хотел даже застрелиться, но ружья не было. Потом привел туда следователей, но там все перерыли и ничего не нашли. Так вышло, что в его признание не поверили даже полицейские. К слову, дедушка и сейчас живет в своем доме, но говорить не хочет, отмахивается. Мол, следователь запретил. Так или иначе, в списках подозреваемых он по сей день значится. До нового 2021 года лучшие московские следователи успели по новой опросить жителей села. После праздников расследование продолжилось. Дикий лес будет следить за развитием событий. Разгадка у этой тайны есть, но пока еще не нашли ту ниточку, за которую нужно потянуть. Подписывайтесь на канал и пишите в комментарии, что вы думаете по поводу этой истории.